Ну что, мой друг, как твои дела? И как сегодня видишь, у нас будет обзор кальяна от компании Hype Hooker с моделью Beast. Маленькая предыстория. Я был в Москве. Мы с одним табачным брендом прорабатываем коллаборационную линейку, либо пару вкусов, как пойдет. Мы там прокурили их, мне все понравилось, я забрал пробники, но у меня не было с собой кальяна, а рядом был магазин Hooker Market, куда я и забежал купить себе кальян. Я долго выбирал и почти то, что было в магазине, у меня дома уже есть. И я не видел смысла в двух кальянах, одинаковых у меня в коллекции. Поэтому мой взгляд упал на кальян Hype с моделью Beast. Поэтому я его купил за свои коровные бабки и могу о нем сказать все, что я захочу. Открываем. И как ты думаешь, а здесь сейчас будет много чего Наваленова и так далее. Но нет, я тоже немного не понял. Думаю, чего? Чего? Как? Внутри нас ждет вот такая вот маленькая дамская сумочка. Есть вот такое вот блюдечко, о котором я чуть позже расскажу. И есть маленькая колбочка. Далее. Эта сумочка используется как переносная, но по факту ты в ней переносишь только блюдце и колбу. И меня это тоже немного смутило. Типа, чё? Ха-ха-ха. Чё? И я немного этого не понял. Думаю, блядь, зачем создавать такую большую? Она реально большая. Для такого кальяна она большая. Потому что весь кальян вот здесь. Чтоб ты понимал. И это немного меня смутило. Но не об этом. Давайте об этом я расскажу чуть попозже. А вот этой косметичке, когда мы это все открываем, нам попадается во взгляд разобранный из запчасти от кальяна. Изначально я думал, что он состоит из множества разных деталей, которые между собой придется скручивать и получать красивую декоративную вставку. Но эта самая декоративная вставка монолитная. Она не разбирается, она не раскручивается. Она сделана из алюминия. Очень хорошего. Он не ржавеет, он круто покрашенный. Основание. Тоже из алюминия. Это у нас порт под шланг. Он имеет магнитик. Также в комплекте есть ремкомплект. И тоже имеет магнитик. А потом заглушка под клапан. Здесь тоже она сделана из нержи. Верхняя шахта, на которой надевается погружная шахта. Соответственно, нижняя погружная шахта. Если ты шаришь в кальянах, то смотря на эту нижнюю погружную шахту, первым, что тебе бросается в глаза, это диффузор. А по этому диффузору я могу спокойно определить, что нижняя часть, а именно диффузор от компании Хуб. Да, так и оказалось. Все это делается на мощностях Хуба, под присмотром Хуба. Соответственно, по качеству здесь все очень хорошо. Я не скажу, что это плохо, типа хайп делается у Хуба. Нет, это давно уже все практикуют, и это нормально. Больше у нас ничего здесь нет. Ну, за счет ремкомплекта, там магнит и дополнительные шарики. Теперь, что касается блюдца, я бы на самом деле сделал бы блюдца немного меньше, чтобы оно могло залезть в эту сумочку. Либо уже эту сумочку сделал немного побольше, чтобы исходное блюдце по размеру могло залезть в эту сумочку. То есть оно как бы и не туда, и не туда. Хуй с ним, с этой колбой. Ее можно закинуть в портфель. Не обязательно пытаться ее засунуть сюда. Но две детали, отдельные от самого кальяна, в огромном баге, я считаю, что это немного не туда. Теперь, что касается блюдца, если ты внимательно присмотришься, ты увидишь на нем темные пятна. Я не знаю, с чем это связано. На этом кальяне я курил три раза, и все три раза я скидывал угли. И блюдце от углей потемнело. Это минус, хороший минус такой. Но, я думаю, в скором времени это исправят, и после этого обзора, думаю, как можно быстрее. Теперь давайте его соберем и посмотрим, что у нас получится. Долго. Очень долго. Не понимаю. Можно было, мне кажется, меньше. Такое ощущение, как будто подрочел левой рукой. Прям вот непривычно, она немного затекла. Как будто шторы вешаешь на гардины. Короче, уже образовывается какой-то силуэт. Далее все очень просто. Мы делаем это вот так. Делаем вот так. И вот так. И вот такой вот маленький красавчик у нас получается. Я, правда, оставил шланг там, но не суть. Сейчас буду его курить. Расскажу про его характеристики. Про некоторые еще детали. И думаю, на этом закончим. Теперь, что касается шланга, и его, в принципе, даже и нет смысла показывать. Это обычный серый шланг, который идет в комплектах Хуба. Это коннектор, металлический коннектор, который магнитится, и самый такой обыкновенный мундштук с гравировочкой Хайпа. Собственно, что касается коннектора, он довольно-таки хорошо магнитится, и родной шланг, который очень жесткий, и с толстым сечением его прям реально невозможно перегнуть. То есть прям, ну, очень сложно. Но есть проблема, сразу еще одна, из-за того, что кальян не обладает такой-то массой. Возможно, у вас будет, ну, вот такое. По ровной поверхности он просто скользит. Мама, не горюй. То есть я вообще, в принципе, не прилагаю никаких усилий, и при этом наш кальянчик просто пытается. С одной стороны, это хорошо. Зачем тебе система 360, если ты можешь этот кальян просто передавать кентам, и он будет крутиться. Теперь, по курительным свойствам здесь все очень здорово, да. Как бы ни было, но курится он прям здоровенский. Не обращая внимания даже на его маленький размер, то охлаждает дым он очень хорошо. С родной колбой, которая идет в комплекте, все выдувается тоже очень здорово. А я вам скажу, что это очень важный момент. Это правильный подбор колбы, правильный форм-фактор колбы. Не все разные колбы подходят под определенные кальяны. Вуаля, и все четко. Что касается диффузора, ну, он себя оправдывает довольно-таки хорошо. Он не делает так, как будто вы курите просто воздух, даже когда вы не слышите бурления. Но при этом он очень здорово уменьшает вибрацию, соответственно, уменьшает бурление. Брать его с собой куда-то, я это понял на примере Москвы, когда из Москвы возвращался в Ростов. Я просто эту сумочку закинул в багажник, а вот в эту сумочку я кальян уже не разбирал и не складывал. Скорее всего, только до меня сейчас дошло, в чем посыл этой сумочки и этого огромного бэга. Короче, мы берем этот кальян, складываем в баг, только блюдце придется снять, потому что с этим блюдцем баг не застегнется. Мы его ложим лежа, складываем в кальян, а в эту сумочку ложим табачки, допустим, дав, бонч, северный, наш табак, сюда залазит идеально и можно сообразить такой сетап, что ты будешь курить на отдыхе, чтобы много чего не тащить. Также в баге есть кармашки, в которые можно положить щипцы, калау, даже пару штук, шило, какие-то приколюхи, мундштуки, и самое главное, туда залазит одна пачка угля. В принципе, для уикенда охуенные слова, сетап, баг, уикенд, охуенно. Все это очень здорово. То есть, идеально все залазит, я думаю, большего не надо, но подводим итоги. Продувается прикольно, кстати. У меня глюки, либо клапан. А, он выкрутился, ебать. Ладно, не суть. Короче, по минусам. Блюдце. Блюдце хорошее, но то, что там остаются следы от угля, который я перед обзором не смог оттереть, дабы вам показать красивое блюдце, и слава богу. Зато на данный момент вы знаете, что в партии этой проблема с блюдцем. Но она не такая, прям уж сердитая, и я думаю, в дальнейшем блюдце можно будет просто поменять уже на доработанное. Так сказать, хайп отзовет какое-то количество кальянов на замену блюдце. Вес. Круто, что он мало весит, но вот это меня немного смущает. Я люблю, когда кальян стоит как хуй. Жёстко, крепко и устойчиво. Поэтому это уже такой личный даёб. В остальном кальян шикарен. То есть, а, ну и ещё, наверное, цена. А вот это самое главное. в районе десятки и, может быть, чуть меньше, я точно не помню. Вот. Если убрать оттуда вот это и убрать бэк, то кальян станет доступнее, потому что многие хотят такой кальян себе домой. И им вот это ну просто нахуй не нужно. Поэтому я предлагаю компании хайп сделать две вариации своего кальяна. Грубо говоря, фулл комплект и симпл, грубо говоря, да, это когда у тебя кальян, шланг, мундштук, блюдце, коннекторы и всё остальное поебень, но уже без сумок. Тогда можно будет срезать цену, ну хотя бы там на рубль-полтора и кальян станет уже доступным, потому что я пообщался с людьми в директе и они мне сказали, что блядь, ну мне сумка нахуй не нужна и чехол нахуй не нужен. Я курю дома и когда куда-то выезжаю, просто не беру с собой кальян. Поэтому я думаю, этот вопрос можно проработать и будут все счастливы. А это был Давыдым, вон там есть интересная информация и самое главное пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok